всем привет хочу представить вам новый крафт который он назвал гиросфера точнее игре который называется гиросфера непосредственно название я еще не придумал возможно к моменту к моменту к тому моменту когда он появится на сайте я придумаю название для начала хочу рассказать вообще что это такое чем это едят я тут недавно фильм фильм посмотрел мир мир юрского периода называется который кстати так себе вообще то есть не понравился абсолютно но была там одна такая вот крафтин а на которой двое пацанов гоняли по джунграм называлась она там гиросфера вот и мне эта идея показалась интересной и я попробовал собрать нечто подобное конечно внешнее сходство ну не совсем точно и сфера тут не совсем ровная получилось ну да ладно спишемся на криворукость мою в общем я хочу показать вкратце как она устроена так сейчас значит устроена она так есть два шара один находится внутри другого вот это вот кабина так скажем то есть шар кабина в которой собственно расположен как он называется кокпит на сидение тут прямо настрячил сверху чтобы можно было джеба дачка сверху посадить т.д. и т.п. по бокам 2 гиродинов больших которые вращают наружную сферу благодаря чему собственно она и передвигается значит чтобы наружная сфера вращалась а внутренняя нет они соединены между собой как они называются докинг ваших стандарт ну то есть подшипниками с free moving свободного вращения грубо говоря подшипниками скольжение они называются да вот они соединены конечно с одной стороны но с стороны стоит перемычка которая тоже соединяет ту сторону кроме того вот на этой части стоит еще один докинг вашим стандарт только он не free moving а вот так настроен 45 скорость даже скорость можно можно может быть и прибавить но это надо поэкспериментировать я 45 выставил в принципе сойдет все это нужно для того чтобы не все это вот этот вот подшипник нужен для того надо сказать одну вещь вот эти подшипники когда начинают вращаться они создают вращать как называется физику забыл чертовой матери ну вращающие усилия короче говоря то есть подшипник вращается он состоит как бы из двух частей вот серенькая и черненькая они друг относительно друга вращаются и вращаясь подшипник начинает вращать и саму вот эту вот сферу не сильно но начинает также он вращает эту сторону то есть как называется в общем кто в курсе тот понял то есть а в принципе принцип геродина тот же самый только геродин он как бы он как бы целиком весь вращается а а здесь вращается две части хочет я заболтался короче нифига не подготовился ну да ладно никогда не готовы короче говоря вот это вот вот этот вот подшипник он нужен чтобы компенсировать момент вращения который так или иначе будут задавать вот эти геродины вращая наружную сферу и внутренняя сфера тоже чуть-чуть будет поворачиваться и вот этот вот докинг вашим он будет компенсировать все теперь вроде правильно сказал а может и нет ладно давайте его короче соберем обратно да тут дверей нет как таковых ну блин потому что я вот состряпал как сварку покажу вот он у меня шар стеклянный про дверь я чуть совсем забыл ну и ладно нету дырка то есть в общем то то есть вот если шар взять правда сейчас все тормозить начнет страшно нам попробуем вон дырка с одной стороны до дырки есть то есть можно в принципе сделать так чтобы кирпо да и наш залазь вот в одну дырку с этой стороны стекло стоит залезть не получится с этой очень даже получится ну вы поняли где где сказал у диску такие тормоза что такое на так хочу над сделать надо сделать так надо сделать так и засунуть ее обратно вот ну чё тут у нас двести тридцать четыре детали но это потому что я этих панелей солнечных понаставил их туда фига получилось 18 на 6 и на 2 умножьте мне лень а так в принципе если их убрать того детали вообще ну собственно две сферы это как бы два две детали потому что их сварил сварку я выложу там ну и гиро одиночки то всякие мелочь по мелочи там порядка 50 может точно не знаю масса тут вообще неважно так значит настройка вот этот вот как раз докинг вашего на единичку настроен нажимать надо именно единичку то есть когда запускать будем двойкам в другую сторону вращается так ну и поехали посмотрим как он ползает так сейчас на паузу поставлю так ну вот собственно я не буду кирбадо ёнуши выпускать на волю пусть там сидит потому что я не проверял как он ездит когда он все для в общем что делаем ну этот сад естественно врубаем в принципе это нам больше не надо такое и врубаем docking ваша вот он сейчас мы его врубим вот у него начинает вращаться причем он вращается в ту же сторону как бы куда мы поедем должен вращаться вот и вот если если видно это не видно ничего первых надо повернуться дороге поедем ну эти поля вот видите он потихонечку потихонечку вся эта внутренняя конструкция она вращается плохо видно конечно но можно видеть ладно неважно поехали в принципе управление простое просто нажимаем вперед и вот мы покатились мы покатились а внутренности так сказать да я понял понял потом перезвоню а внутренности как бы не крутится вот видите то есть вот седло на месте стоит ну и вот мы собственно едем вот мы едем вот мы поворачиваем вот мы наклоняемся из стороны в сторону туда и сюда и ну едет он конечно не очень быстро точнее сказать даже для кирбол спейса совсем медленно еле плетется так скажем три метра в секунду ну хотя три метра в секунду сколько там получается сами посчитайте у меня калькулятора под рукой под рукой ну вот и вот так вот он едет 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 значит ну и монопропилен пропилен забыл отключить это самое электричество у него вагон с телегой оно походу не кончается потому что солнечные батареи слегка с лихвой хватает чтобы восполнять разряды аккумуляторов на ну там аккумулятором он стоял и все и вот он его можно повернуть так вот если он сбивается с курса ну он конечно не очень устойчивый ну это опять же из-за формы шара то есть вот если вот эти вот грани сделать например ровными вот эти две да ну то есть ровные не шарообразные то он вообще без проблем будет ездить то есть даже даже вот этот вот сас не нужен будет вот который здесь торчит вот он его видно ну то есть цилиндрической формы просто как бы поверхность на которой он будет стоять ну вы понят короче поехали ну вот все таки вот иногда да что вы сегодня болтливые то какие все а ну как тебя выключить так что то есть это что чего-то хотел сказать забыл ну и хрен а кресло чуть-чуть все-таки уезжает то есть можно еще поработать над этим аппаратом конечно если есть интерес он представляет он представляет интерес только с точки зрения необычности в общем то а так ездить на нем ну не можно так прокатиться интересно же да как это все как это все хрень ездит вообще непонятно да ну и можно свет включить который в основном освещает внутреннее помещение почему-то ну как почему стекло отражение а фонарик стоит внутри конечно его снаружи не поставишь потому что тут все вращается не ну можно конечно его как бы вынести чуть-чуть сюда ну ладно так сойдет ну в общем такая вот хрень получилась ну я говорю вот такая вот катучая гиросфера то есть вот так вот она выглядит ну все на этом все спасибо за внимание пока